Всем привет, друзья! С вами Вула, и в этом видео я расскажу вам, как добавить чат на свою трансляцию. Потому что все знают, что гораздо удобнее читать чат именно со стрима, а не смотреть в какое-то отдельное окно. Те, кто смотрит на мобильном телефоне или на планшете, им вообще гораздо удобнее, когда чат сразу выводится на экран. Ну и, в принципе, все же любят смотреть, когда их сообщение выводится на стрим, оставляется для потомков и так далее. Чтобы потом старости сказать своему внуку, вот смотри, где твой дед писал. Ну, на самом деле, способов всего два. Один простой, второй еще проще. Самый простой способ это добавить чат прямо со своего канала на ютубе или на твиче. Просто открываете чат в отдельном окне, копируете эту ссылку, вставляете ее себе в OBS. Я рассказывал в прошлом уроке, как использовать браузер, точнее ссылки с браузеров. Ну, разнообразных, неважно. Добавляем этот браузер, вставляем сюда эту ссылку на ваш чат, изменяем там размер окна, как вам удобнее. Там, допустим, 400 на 800, ставите ОК. И, ну, нет, конечно, так неудобно получается. Ставите, допустим, 400 на 800, вам же вертикальный чатик нужен. Вот, пожалуйста, вот ваш чатик. Поставили, там, написали, к примеру, сообщение на своем ютубе, что-нибудь там, тест, пожалуйста. Ну, ладно, на английском, хорошо, давайте на русском еще напишем, вот, пожалуйста. И вот они выводятся на вашу 3BBS. Ну, разумеется, вот эта вот ерунда некрасиво смотрится, она, ну, вообще несерьезно смотрится. Для того, чтобы сделать его гораздо привлекательнее, существуют так называемые CSS-настройки. Программисты, конечно же, в курсе, что это такое, так как я не программист, я скажу своим языком. Эти CSS-настройки просто разнообразными кодами изменяют шрифт, текст, размер и отображение вашего текста на стриме. Я, допустим, буду использовать свой текст, который у меня в моем чате забит, я вам покажу на своем, ссылку на него я скину в описании. Допустим, вот, видите, тут много всего всякого барахла, то есть копируете его, ну, соответственно, вы с описания, а я отсюда. Копируете ее и вставляете в свойства CSS, окей. И вот, пожалуйста, теперь у вас выглядит совсем по-другому. Давайте-ка напишем несколько сообщений там. Хлоп. И вот, пожалуйста, пошли сообщения, и вот так вот они красиво выглядят. Давайте добавим какую-нибудь картинку, чтобы, ну, смотрелось как-то поинтереснее изображение. Добавим какую-нибудь красивую картинку. У меня тут где-нибудь, надеюсь, найдется что-нибудь такое более интересное. Да, хорошая картинка, очень хорошая картинка. Давайте добавим ее. То есть, и вот, пожалуйста, нет, мне не это нужно выбрать. Да нет, не это же. Вот, вот так вот. И вот так вот красиво будет. И дальше вы можете уже подстраивать, там, менять размер, допустим, если слишком мелкие. Можете сделать его поменьше, допустим, сделать там 600 на 300. И тогда, как бы, шрифт увеличится. Ну, как увеличится, само окно уменьшится, но вы при этом сможете увеличить размер окна. То есть, вот таким простым способом можно добавить чат на стрим. Разумеется, мои настройки CSS не идеал, и если вы хотите сделать что-то свое, то можете воспользоваться вот таким вот сайтом. Ссылочку на него я оставлю в описании. И здесь вы можете создать свои CSS настройки. Вот здесь вот они будут генерироваться рандомно в прямом эфире. И вот справа вы можете смотреть, что именно меняется. Если, допустим, захотели убрать окантовку текста, сняли галочку, убрали. Захотели поменять цвет ее. Захотели увеличить там размер аватаров, допустим. Ну, чтобы понимали. И все, что угодно. Цвет, шрифт, цвет там главных, цвет модераторов, цвет обычных людей. Ну, простых смертных. Цвет сообщений и так далее. Потом просто копируете все, что вам сгенерирует этот сайт. И вставляете так же самое в CSS. Ничего сложного. Второй способ это добавить чат через стороннее приложение. Давайте отключим этот чатик. К примеру, таким хорошим сторонним приложением будет являться Restream Chat. Есть такой сайт, называется Restream. Он вообще существует для того, чтобы одновременно транслировать трансляции, да, тавтология опять, с разных платформ одновременно. И вот у него встроен свой чат есть. То есть регистрируетесь на сайте, переходите в окно чата, качаете себе его и получаете вот такое вот простенькое приложение. То есть ничего интересного. Вот у меня уже тут начали писаться сообщения, все дела. Плюс его в том, что оно может высвечиваться поверх игры. То есть заходите, к примеру, в настройки, ставите вот эту вот галочку Windows Always On Top. То есть и этот чат будет все время находиться поверх вашей игры. Если вы не хотите, соответственно, просто снимаете галочку и сможете что-то другое пускать поверху. Но дело не в этом. Вернемся обратно к настройкам и попробуем добавить его себе на стрим. Ничего сложного нет. Написано Enaved Chat in Stream. То есть добавляем на стрим. Копируем эту ссылочку, пожалуйста. И добавляем также через браузер. Браузер 2 поставим. И здесь уже никаких настроек в CSS не надо делать. Просто, опять же, меняете там размер, к примеру, там 300 на 600 на те же. И шмете ОК. Вот, пожалуйста. Теперь у вас есть чатик второго варианта. Давайте сейчас увеличим его немного. К примеру, опять еще напишем парочку сообщений на YouTube. Лоп. И вот, пожалуйста, начинает приходить сообщение. Выглядят они вот таким вот образом. Но есть и другие настройки. У него два вида отображения. Для того, чтобы посмотреть, как это выглядит, можете прямо вот здесь менять поверх. И, пожалуйста, допустим, сделать... Ну, как бы вариантов тут только два. Немного. Либо боксами такими вот. Либо компактным режимом. Ну, компактный режим, разумеется, гораздо приятнее. И выглядит, и читается. Боксовский, конечно, тоже классный. Но он занимает очень много места. Для того, чтобы сделать сообщения более в рамочках каких-то, есть дополнительные вот тут ползунки. То есть вы можете увеличить прозрачность самих рамок или уменьшить. То есть они будут более выделены, именно сами сообщения. Можно, конечно, сделать полностью окно закрыто. Ну, нам так и не надо. Нам нужна прозрачность. Разумеется, время, с которым будет появляться и исчезать сообщение. Точнее, не появляться и исчезать, а сколько времени нужно будет для того, чтобы сообщение исчезло. Ну, обычно там 40 секунд, я думаю, всем хватит прочитать. Ну, и, разумеется, размер сообщения. Так, сообщения убрались. Давайте еще напишем парочку сообщений. Чтобы добавилось. И вот, допустим, размер сообщения можете также поменять здесь. Вот, пожалуйста, начали приходить. Вот, размер этих окошек, что угодно можете менять здесь. Ну, как я говорю, лучше использовать компактный режим, он гораздо удобнее. И вот эта функция отвечает за то, где будут появляться сообщения, снизу или сверху. Плюс второе именно приложение, потому что он может одновременно захватывать чаты и с других платформ. То есть, к примеру, с твича того же. Возьмем сейчас вот твич, откроем, напишем здесь парочку сообщений. И перейдем в наш OBS. И, как видите, пришло сообщение с твича. То есть, одновременно. Это очень удобно. И когда вы стримите на множество платформ, все люди будут видеть, кто, откуда, что пишет. Ну, конечно, если вы используете одну платформу, то пользуйтесь более простым способом. Кстати, вернемся к тому вопросу, которому я говорил, точнее не вопросу, а тому совету, которому я говорил, что можно использовать его поверх игры. То есть, да, вот такое окошко у вас будет поверх игры. У него есть вторая функция. Это прозрачность. Когда вы ее включаете, то нижними двумя ползунками, вот этими, вы можете изменять прозрачность этих сообщений. Таким образом, у вас в игре они не будут занимать очень много места. Вот такое окно не будет стоять, а будет все прозрачно. Но! Есть одно большое но. Будет очень сильно жрать ресурсы компьютера. То есть, оптимизация, ну, скажем так, у этого приложения отстойнейшая. И FPS, наверное, в играх у вас просядет, ну, раза в два. Но, если же вы используете какой-то второй монитор или там второй компьютер, разумеется, вам это не надо использовать и жрать систему она не будет. Но, ребят, еще помните, если вы закроете это приложение, то, ну, полностью, то, как бы вы ни писали, кто бы вам ни писал, сообщения к вам на трансляцию не придут. То есть, когда вы начинаете стримить, на вашем компьютере, с которого вы стримите, должно быть запущено это приложение. Если оно запущено не будет, сообщения приходить в OBS не будут. Так что на этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, чтобы не пропускать стримы. А для того, чтобы их не пропускать, ставьте себе колокольчик, ребят, и играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok